Мы находимся на входе в парк Винди. Это один из четырех входов, которые присутствуют в парке Винди. Всего есть четыре маршрута. На каждом маршруте живет много горилл. Всего в парке горилл в Винди есть 52 семьи. Живут 52 семьи. Из них 21 – это семьи, которые уже привыкли к людям, которые спокойно реагируют, когда к ним подходишь. Они не убегают, не проявляют агрессию. Горилл в парке Винди сейчас всего лишь, не всего лишь, а уже около 700-800 штук. Предыдущие данные, когда производился пересчет 10 лет назад, показывали цифры примерно в два раза меньше. Сейчас популяция горилл растет в Уганде. И всего их примерно на данный момент 1400-1450. И половина из них, чуть больше 55%, около 55% находится в Уганде. Остальные находятся в Конго и Руанде. Что еще сказать? Гориллам пускают по 8 человек. Группы по 8 человек, не больше. Если пришла толпа туристов, 20-30 человек, то вас распределяют по семьям горилл. То есть одна группа пойдет максимум 8 человек к одной семье горилл, другая к другой семье горилл. И третье к третьим. Мы ходили вдвоем к одной семье горилл. Нам очень повезло. Группа была около 20 человек или 17. Распределили по разным семьям туристов. Ну а нас вдвоем отправили к одной семье. Мы ее благополучно увидели и собрали кучу классных фото и видеоматериалов. Что еще нужно знать? Обязательно я рекомендую взять портер с собой. Это будет стоить 15 долларов за одного портера. Далл портер будет достаточно. Он будет помогать вам подниматься, спускаться и тащить вещи ваши. Ну рюкзак, все равно там фотокамеры, плащ, еще что-то, ланчбокс. Так как это даже не Килиманджаро, где протоптанная тропка может быть крутая или не крутая, гориллы непредсказуемые. Иногда склоны очень крутые. Просто запросто упасть, покатиться куда-то. Поэтому лучше, если вас будет страховать человек. Также с вами идет гид, с нами это была женщина, и два рейнджера вооруженных. Один спереди, другой сзади. Чтобы в случае появления каких-то других диких зверей, а в парке еще существуют и слоны, и дикие гориллы, которые не знают и боятся человека, отпугнуть их. А также идет команда, так скажем, следопытов. Они сначала выведывают, где гориллы находятся, где эта семья находится. Связываются по рации. Мы подъезжаем в ближайшую точку к этому месту и затем спускаемся. В итоге, чтобы вы посмотрели, горилл один час. Работает вся команда, большая команда. Это следопытов, 4, 5, 2 рейнджера, вооруженных автоматами, 1 гид, как минимум 2 портера, 1 портер на человека. Собственно, сам пермит стоит 700 долларов на человека, чтобы посмотреть горилла один час. По мне, ну, час-то достаточно, чтобы сделать много классных фотографий и видео. На данном этапе коронавирусного эпохи действует дистанция 10 метров между гориллой и вами. Можно подойти не более на 10 метров. До этого действовала дистанция 7 метров. Но по факту мы подходили чуть ли не на 4-5 метров. Нам в этом плане, когда услышали местные рейнджеры, что мы хотим Уганду сделать более популярной для российских туристов, они всячески помогали, находили лучшие локации, позволяли приближаться близко к гориллам для того, чтобы мы сделали лучшие снимки и видео. И, конечно же, благодаря этому у нас все это получилось. Пермит, как я сказал, стоит 700 долларов. Это много это или мало? Ну, наверное, много за один час. Ни один день сафари в той же Танзании и Ликени столько не стоит. Но гориллы это уникальные животные. И все познается в сравнении. В той же Урванде один час, проведенный с гориллами, будет стоить 1500 долларов. Поэтому, если мы хотим посмотреть горилл, то рациональнее это сделать в Уганде. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok